Доброе утро! Меня зовут Джим Андерсон, и я буду преподавать курс «Богословие покоя». Друзья называют меня «Доктором покоя», потому что я очень часто говорю и много преподаю по этой теме. Знаете ли вы о том, что в Библии очень много говорится об отдыхе и даже есть «Богословие покоя»? Здесь со мной моя жена, ее зовут Лоис, и время от времени я буду просить ее что-то прочитать или поделиться какими-то своими мыслями, к которым она пришла, размышляя на тему отдыха. А сейчас я хотел бы, чтобы мы вместе помолились. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне. Склони вместе наши сердца перед Господом Христом. Всемогущий Бог, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, мы приходим к Тебе, зная, что Ты все делаешь хорошо. Мы благодарим Тебя за мир, который Ты сотворил. Мы благодарим Тебя за ритм, когда работа сменяется покоем. Мы благодарны Тебе за то, что Ты стал нашим Спасителем, Иисус Христос. И Ты вновь и вновь напоминаешь нам, что без Тебя нет истинного покоя. Ты сам сказал, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И я сейчас молюсь обо всех, не только о тех, кто сидит здесь в классе, но и о тех, кто будет смотреть этот курс по видео. Я молюсь о том, чтобы прежде всего они обрели спасение в Иисусе Христе и нашли в Нем покой. Покой, который может дать только Он. Об этом я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Что ж, начиная говорить об отдыхе, о покое, очень важно понимать, что речь пойдет не о сне, не о проведении досуга. И какие-то моменты, какие-то мысли будут высвечиваться у вас на экране. Итак, субботний покой. Наверное, самый известный текст Писания о субботе записан в книге Исход, 20 глава, стих 10. И он повторяется в Писании вновь и вновь. «Суббота Господу Богу Твоему». Итак, субботний покой. Что же это такое? Субботний покой необходим нам, чтобы выжить и быть эффективными в жизни, в работе, в служении. Чтобы не просто выжить, но жить хорошо, быть счастливым. И речь идет о ценности отдыха. Мы должны ценить отдых, неважно, где мы живем. Мир сегодня беспокойный. В нем утеряна ценность покоя. И мы рассмотрим ценность покоя в свете различных текстов, которые мы будем читать из Библии. И мы будем с вами говорить о желании угодить Богу, близком общении с Богом, а не о чувстве вины. Чувство, которое исчезает, когда мы встречаемся и растем в Боге. И чувство вины порой заставляет человека становиться законником и не получает того, что дает покой. Вместо этого мы стремимся найти любовь, близость с нашим Господом Иисусом Христом. И вначале мы с вами разберем несколько определений понятия «субботы». И вот одно хорошее определение. Оно дано Лагардом Смитом в его чтении Библии на каждый день. Я попрошу мою жену Лоис прочесть это определение, которое составлено на основе Библии. Заповедь о первом и главном дне поклонения, субботе, упоминается в перечне Божьих законов не менее 12 раз. Это символ дня, когда после сотворения мира Господь почил от всех своих дел и напоминание о времени египетского рабства, когда субботний отдых израильтянам был запрещен. Это день, когда все внимание можно сосредоточить на Боге и Его благословениях. И несмотря на то, что в наше время он выпадает на конец недели, субботний покой сегодня — это тень будущего, в котором вспоминать величайшее событие всех времен со дня сотворения мы будем в начале недели, в ее первый день. И вы еще не раз услышите на этом курсе от меня, что дело не в конкретном дне — воскресенье или субботе или понедельнике. Не это важно. Важно само понимание, чтобы это было в нашей жизни, в нашем сердце, чтобы у нас был один день из семи. Вот еще одно определение. Его дал Деннис Уиллард в книге «Великое упущение». И я вновь попрошу Лоис прочитать. Суббота — это образ жизни. Она препятствует порабощению нас собственной же работой, ибо только в этом случае мы способны увидеть и ощутить силу, радость и свет жизни и служений. Благословение во всем, к чему мы прикасаемся. Но несмотря на это, современные христиане и служители церкви практически полностью исключили субботний покой из своей жизни. И к большому сожалению, субботний покой зачастую отсутствует в нашей жизни. Я вновь прочитаю цитату Далласа Уилларда. Он очень часто использует слово «преображение». И это то слово, которое сегодня очень часто используют пастора и церковные лидеры. И если мы внимательно посмотрим, то увидим, что многие христиане не меняются, и образ жизни их не отличается от образа жизни неверующего человека. И почему же нет этого преображения? В послании к римлянам в 12 главе во 2 стихе говорится о преображении путем обновления ума. Но почему же этого преображения зачастую не происходит? Отличие от остального мира, о чем можно судить по определенным признакам, плоду духа и так далее. Нам бы хотелось видеть динамичные преобразования в жизни верующих. И Даллас Уиллард считает, что у него есть некий частичный ответ на этот вопрос. И я с ним согласен. Он пишет, «Нам крайне необходимо увидеть проявление Божьего действия в нашей жизни, в личности и поступках. Важно убедиться, что Он делит с нами бремя, которое мы, по собственному разумению, готовы полностью возложить на себя. Необходимо осознать, что за результат наших усилий отвечает именно Бог, а потому результат этот всегда будет хорошим и правильным. И все это заключено в одном простом, но емком термине — суббота». И далее он пишет, «Уединение и безмолвие — это поистине действенные средства благодати. Вполне очевидно, что изучение Библии, молитвы, посещение церкви, как наиболее часто предписываемые церковной дисциплины, сами по себе редко приводят к кардинальным духовным изменениям, обретению духовного здоровья и праведности. В противном случае, духовный прогресс прихожан всех христианских церквей был бы налицо». Если бы только это меняло людей, то мир бы сильно бы изменился. Факт этот объясняется тем, что плоть и душа настолько измучены, разобщены и дисгармоничны, что предписываемые дисциплины не способны оказывать должного воздействия и, как правило, превращаются в формальное соблюдение обрядов. В подобной ситуации продолжительное уединение, в том числе и минуты покоя, могут существенно изменить положение дел. Позвольте привести одну иллюстрацию, чтобы показать, о чем он говорит. «Я не пекарь, я не пеку хлеб, но я понимаю, что есть много ингредиентов для того, чтобы испечь хлеб». Да, нужны соль, сахар, мука, но это еще не все. Нужно кое-что еще. Время. Можно перемешать все, что нужно, помесить в печь, и хлеб не поднимется. Он не будет очень вкусным. Он не будет мягким. Он не будет самым лучшим. И пекарь знает, что недостаточно просто хорошо перемешать все необходимые ингредиенты. Нужно еще и время. Нужно время, чтобы хлеб поднялся, чтобы дрожжи сделали свое дело. И это же касается и нас в христианской жизни. Мы можем читать Библию, можем молиться, можем общаться друг с другом, можем служить, можем все это делать, но если мы не останавливаемся, если у нас нет этого покоя с Богом, то эти ингредиенты не работают, и мы не меняемся. И это время, время покоя крайне необходимо. И время нужно не для того, чтобы еще больше служений на себя взять, но время покоя, мира, время размышления над теми уроками, которые Бог нам преподает. Именно об этом, как мне кажется, пишет Даллас Уилларед, для преображения необходимо уединение, необходима суббота. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Интересно отметить, что в эти дни, когда наш мир отличается беспокойством, люди в этом мире осознают, что они не могут жить 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, рядом с компьютером, айфоном, работая. Даже не заглядывая в Библию, они осознают, что им необходим покой, необходим отдых. И вот один журналист из Нью-Йорк Таймс, Марк Битман, один из многих, кто открыл для себя то, что некоторые называют светской субботой. Мужчины и женщины, не открывшие для себя дорогу к синагоге или церкви, ощущают глубокую потребность в том, чтобы отделить день истинного покоя, отказавшись от визисущего присутствия беспроводного интернета, сотовой связи и так далее и далее. Они говорят, у нас нет сил, мы не находим время для семьи, для друзей, нам постоянно нужно быть на телефоне, около компьютера. Нам нужен день покоя, когда мы отвлекаемся от всего этого, находим время, чтобы просто перевести дыхание. Светские люди видят в этом нужду. Но задумайтесь, а мы, христиане, имеем богословие покоя, прописанное в Библии? Мы имеем склонность работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, даже служить Богу в церкви, не понимая этот принцип покоя. Поэтому отдых становится ключевой ценностью для светского человека. Но отдых также должен стать ключевой ценностью для тех из нас, кто верит в Библию, потому что отдых заповедан нам Богом. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok